еще раз здравствуйте сегодня я ролик выложил но мои подписчики написали мне что сосуд мы уже давно ждем обещал связи их покажи вот и решил заснять деле если два ролика выложу ничего страшного не будет вот они мои шизы вот это крайний в этом году я получил тригунал получился здесь пространство не хватает ему чтобы двигать то что она даригунка это ничего не обозначает есть которые не двигают они тоже хорошие некоторым даригуны нравится некоторым обыкновение самое главное чтобы у них лед и игра хорошие дела а остальное все нормально будет здесь и самки и самцы вот у этого самца крылья опущены да но он не висла крылья он никогда не птица висла крылья не давал и не братья не сестры у него если крыльями не били ну держит крылья так я знаю какая у него причина надо об этом сейчас рассказывать не имеет значения может никому не интересно вот эти глаза глупичными снимаю сюда хотел вместе с беляшами снимать все ревантами но потом расшир вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это на краю молодая самочка В этом году я получил ее Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 которые у меня имеются и которых я держу. Здесь тоже 2-3 стуки тригуни, а остальные обыкновения. Вот эти ереванки есть с желтогрудью, как сказать, с сиреневыми грудями тоже. Некоторые говорят, что с желтыми должен быть, некоторые с сиреневыми, не поймешь. Эта птица не имеет значения. Просто все знают, когда желтые груди, там лимонки сидят в крови. Но эта поясатая птица, они между собой породятся, ничего страшного там не бывает. Еще что я вам еще хочу сказать. Многие знают, но многие, наверное, даже не знают. Вот я в Казахстане хочу спросить у ребят. У вас очень хорошая поясатая птица. И мраморных не любите? Если кто-нибудь захочет мраморного получить, надо с вашими сизыми поровать. Ну, с поясатыми, с любыми. Например, возьмешь мраморного. Хоть ереванку споруешь, хоть сизого, хоть лимонку, все равно она нам мраморных будет давать. И у вашей птицы такая красивая и хорошая игра. И мраморные я вот когда смотрю, обычно нету ребят мраморных. Ну, в крайнем случае я не видел. Чтобы вот с такой игрой было, как вот эти поясатые. Надо взять мраморного, но самку обязательно. Это имеет значение. Самку мраморного споруете или по-нашему цыгана. Вот, например, я когда хочу цыгана получить, и у меня есть сизый хороший, да. Я сам соберу сизого, порою с мраморным. Она иногда сизых тоже выдает, но и мраморных много дает птенцов. Если вы хотите там улучшить, если у ваших пайсятых хорошая игра, и хотите мраморного, такого же получить, попробуйте. Я никого не учу, брат, это я, братья, я говорю свое мнение. Вот мои, по-вашему, Уды, по-нашему, Ереванки. На Северном Кавказе были оси. У них так же красивые, хорошие глаза, как и должно быть. У всех абсолютно. У них так же, как и так же, как и так же. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...